привет сейчас я не знаю просто как это объяснить мне уже как бы я уже не могу найти слов вот я вам сейчас покажу вот у меня говорят пришла мне посылка а там корней вот не видно это при том что корни я покажу вот так каждый стакан перед тем как отправлять и вверх показываю и низ сейчас я вам покажу то что я получала вот 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 отваливаются листья видите но часть уже отвалилась я сама их не убираю вот смотрите жозефина какая то что она отсушивает листья это нормально она не может восстанавливать листья певаргония только отсушить и вырастет новые на это надо время вот и корней как видите тоже не видно ведь от слова совсем вообще не видно но это не значит там нету вот уже по моему вырастила я корешочек тут певаргонии все строго плохо переносят пересыл всегда если этот пересыл больше четырех дней то это будет тяжело всегда и они всегда скидывают листья те которые пострадали всегда те которые не пострадали да не скинут не спорю понимаете вот у меня эти сколько вот тут помните я послала получала при вас распаковывала там такая счастливая до припадка где я в куртке немного когда отрывать то вот когда вот вот так раз вот эти я ее просто пальцем она баха и его отвалилась понимаете вот тогда отрывать вот так раз она уже отсохши отвалилась вот тогда отрывать а вот такой отрывать нельзя эти полностью и то нежелательно потому что может пострадать вот эта девушка она у меня уже сколько дней до дни 10 точно смотрите внимательно эти вот это зелененького тут появляться на чем вот тут немножко не видно наверно вот вот маленькая маленькая вот это новые ветки растут не знаю что говорить верхушку я прищипну потому что она тоже была пострадавшая даст бог отрастет нормально вот не знаю я как еще объяснить повторюсь если не умеете в закрытой системе без дырок вырезайте дырки понимаете не всегда все идеально все идеально это когда ты в машину загрузил в соседний город приехал на машине вот как-то не знаю я уже просто как еще объяснить вот когда мне говорят что корни вот корни нету или корни вверху где где мне колонию взять вот показать ну вот это обычный черенобильной отправки вот это это влажноватый я такую посильнее сушу я так показывают корни ведь так короче где не есть вот как они могут все оказаться эти корни наверху объяснить вот розалин да допустим вот показывают допустим вот смотрите вот вот показывают вот как эти корни могут оказаться вверху куда они могут деться куда они могут пропасть да они могут высохнуть это правда и перестать быть такими белыми но пропасть они все но не пропадут даже если они работать больше не будут я не знаю как еще объяснить понимаете мне просто обидно мне реально очень обидно если бы я их не показывала каждому вот так каждый стакан не бы не было так обидно 90 процентов продавцов вам вот так покажут вот так сфоткают и все вот так максимум они будут вот так крутить каждый стакан я не знаю как еще объяснить понимаете вот я такого мнения вот смотрите вот если я получаю допустим до растения и допустим там такая ситуация когда я не понимаю что мне с этим делать я пишу продавцу говорю он подскажите мне пожалуйста может я что-то не так делаю там может чем-то обработать может я не знаю как то что то и продавец и обычно если ну когда я не опытная бываю подсказываю я делала так как мне говорили и в основном все восстанавливалась просто на это надо время а когда или вот допустим у меня была ситуация я купила одну барышню красивую она была довольно таки не дешевая я с ней промаялась месяц и она у меня померла но пришла она ко мне живая понимаете она пришла живая с зелеными листьями часть была желтая у нее был сухой грунт что я могу сказать я знала что это посылка я знала что может по-разному посылка закончится я знала что она дорогая да я ее там отпаивала да может я где-то ближку воды дала не знаю я тогда еще не шибко опытная была но она-то ко мне живая пришла живая все точно так же как вот и с этими да они сейчас очень страшные и жозефина можно сказать уже практически лысая и обычно кстати сорта серия ли я всегда хорошо восстанавливается но это чё-то чё-то с жозефиной не очень у нас но ничего восстановится потихоньку скоро вот дай бог теплицу доделаем все туда переставим и там уже будет климат лучше для них теплей просто у нас сейчас на улице уже прохладно так а в доме жарко сухо понимаете в дом заносишь они сразу начинают стрессовать сушить сильно листья я даже посылки не заношу потому что я понимаю что они сильно стрессанут перед дорогой не знаю я как еще объяснять но это вот все но чтобы я бы получила там а через месяц бы сказала вы знаете вот у меня не выжил не выжил через месяц понимать когда ты берешь посылку ты берешь на себя какую-то ответственность шамму сказать ты идешь на риск когда не хочу рисковать я заказываю самую дорогую из возможных доставок понимаете вот чтоб быстрее всего было вот я сейчас бьюсь а я прошу чтобы мне отправили с деком чтобы отправились деком экспрессом с пятигорска это дорого будет это будет за 3 череночка полторы тысячи доставка мне отказывают к сожалению потому что у них сдэк не хочет принимать и в этом не виноват продавец и в этом не виновата я понимаете а почта то как они отправляются пятигорска это вообще это просто от ас вот вот эта посылка моя вот такая страшная сейчас это вот почта и я знала на что и шла когда я заказывала и поверьте это не 10 растений за три тысячи было если бы 10 за три тысячи мне бы не так обидно было и дело не в том кто богатый там кто бедная просто когда у тебя их 10 у тебя больше шансов что хотя бы половина там достается когда у тебя их простите три там четыре стоят они вообще не три тысячи тогда конечно очень жалко давит зеленая большая блаблакар это вообще чудесная контора сейчас они стали по-дебильному делать у них закрытые номера с водителями не созвонишься никак не договоришься это вообще кошмар какой-то живой в этой тьму таракане тут прошу дайте мне график проезжающих автобусов у нас не есть да как не ездят я же знаю что и на ростов ездят на все но с нашим автовокзалом договориться чтоб хотя бы сказали когда на грани фантастики это только приходить весь день сидеть на автовокзале и вот все автобусы встречать и узнавать когда как ездят номера я не знаю как еще короче вот как то так ну посмотрим вот не отправила девочка посылку сергиева посада что-то как-то страшно так показывать что аж 20 числа придет я надеюсь конечно я думаю раньше придет не может быть это сдэк но я думаю что должно дойти нормально я не буду вам говорить если она мне не разрешит от кого посылка но буду показывать как они идут как они отходят опять же таки поверьте посылки приходят грустными некоторые не потому что плохое послали а потому что это пересыл или это гибрид с кровями за нартиковыми за нартики очень плохо переносят и очень часто за нартик после посылки особенно если она идет неделю хотя бы то они лысые потом остаются они скидывают все листья а потом по новой их на расчет они вот просто сидят 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 у себя в бах и пушистые все вот тупо за две недели может обрасти а до этого может сидеть месяц лысая особенно если у вас дома есть цветы и вы их не обрабатываете то где-то на них тусуется клещ и если у вас сухой жаркий воздух и вы не обрабатывая не обрабатываете свои певаргонии клещ будет стопудово и за нартики у вас будет сто процентов лысый за нартики это ребята которых надо обрабатывать постоянно почему они любят холодную зимовку потому что в холоде клещ не живет это одна из причин ну и плюс у них клещ не сжирает эти цветочные почки образовывающиеся вы понимаете вот поэтому им нравится холодная зимовка но это чисто моя мысль такая когда-то когда у меня было всего три певаргони я заметила что-то не то решила что у меня клещ я просто взяла их и вынесла на два дня на мохолот часть листьев обморозилась ну клещ сам по себе пропал у так пойду я допаковывать девушки в анапу посылку вот есть у него еще отправить и отправлю не знаю не знаю я еще как объяснять просто понимаете если их выращивать больше размером то они конечно будут дороже если их выращивать больше размером посылки будут больше и тяжелее вместо не меньше размером ну я не знаю я не понимаю как я наверное буду просто уже я не знаю видео снимать каждого корня перед тем как отправлять но как мне еще доказать я уже их и вот так и телепала и трусила и я не знаю честно понимаете меня это очень расстраивает прям очень если бы я реально натыкала там надрала бы палок и втыкала отправляла я бы сидела бы молчала просто удалял об эти комментарии все поверьте 90 процентов так и делают в плане том что удаляют плохие комментарии я ничего не удаляю вообще поэтому вот тех кто ехидненько наблюдают радуйтесь можете сами там по написать возможности то есть только я буду выкладывать наверное я буду снимать что уходит выкладывать подборками и пришлют потом если что получили буду показывать что получили не знаю я еще как хочется по-хорошему по-честному не понимаю что делать с этим всем дайте совет может он ничего не посоветуйте умная всем пока побежала я уже коробку заклеивать а а а а а а а а Продолжение следует...